Привет, ты на канале ЯИзвестен. Ставь лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. По слитой в сеть информации, следующий участник, который покинет шоу Маска 2 сезон в 10 выпуске, будет носорог. А в анонсе видно, что в 10 выпуске шоу Маска 2 сезон появятся новые герои. Султан с песней «Если б я был султан» и «Слоник плачу на техно». Неваляшка исполнит бэд романс от Леди Гага. Лама, как молоды мы были. Заяц зажжет под хит группы «Озон», «Драгости», «Дин-Ти». Крокодил исполнит синяя вечность. Носорог, мы так нелепо разошлись. Змея, так и раки. Но это еще не все сюрпризы 10 выпуска. Вот Регина с усами – это что-то. Давайте попробуем разгадать, кто же там под маской носорога. Было множество версий. И Дима Билан, и Дмитрий Бигбаев, и Виталий Гагунский, и Руслана Лехно, и Влад Соколовский, и Кирилл Турюченко. Но из последних подсказок носорог уже напрямую говорит, что я… Но давайте по порядку. Подсказка первого выпуска. Все привыкли думать, что носороги толстокожие и неповоротливые. Но я не такой. Я легкий и талантливый. Смотрите, как я легко подпрыгиваю. Обожаю, когда мне аплодируют вся саванна. И сотни поклонниц несут мне букеты из сочной хрустящей зелени. У носорогов очень тонкий слух, но при этом ужасное зрение. Я иногда бываю нервным. Просто не высыпаюсь. Но как будто все про Билана написано. Дмитрий Билан известен своим знаменитым прыжком на весь мир. Также Дмитрий был наставником в шоу «Голос». Ему приходилось на слух выбирать себе певцов в команду. Зрение у Дмитрия плохое. Но есть подсказка второго выпуска. Я родился очень далеко. Отсюда не видно. Я слышал, меня называли толстокожим. Но это не кожа, это доспехи. Потому что мы, носороги, настоящие рыцари. Да, немного ленивые, немного плотные. Да, лежащие на диване, но рыцари. Дмитрий Билан родился в России, в Карачаево-Черкесии. Кирилл Туриченко родился в Одессе. Руслан Олихно из Белоруссии. И, кстати, Руслан участвовал в фестивале «Русское поле», где примерял доспехи, а также является кавалером ордена за вклад в развитие культуры России. Подсказка третьего выпуска. Я крики «Браво» с детства слышу. В общем-то, подходит и для Дмитрия, и для Руслана, и для Кирилла. Но для Кирилла больше. С ранних лет Кирилл занимался в одесской музыкальной шоу-группе «Звездный час», принимавшей участие во многих фестивалях и конкурсах. Далее носорог говорит. «Однажды ходил я по саванне, задумался, запел, а тут выходит лев, рыжий из Иванушек, и посоветовал мне одного очень крутого продюсера. Так что у меня и продюсер есть». Однажды, отдыхая в караоке-клубе, Туриченко сблизился с солистом Андреем Григорьевым Аполлоновым, который пригласил его в Москву и познакомил с продюсером Игорем Матвиенко. Подсказка четвертого выпуска. Знали бы вы, как я скучаю по родной саванне. «Я не был там уже много лет, но часто вижу ее во сне. Но знаете, как-то мутно видно. У меня же зрение минус 200». Опять про зрение. У Билана плохое, у Олег, но плохое у Кирилла Туриченко неизвестно. Но тут может идти речь об особенности носорога в природе. И лишь сбивает нас с толку. «Люблю путешествовать. Это очень просто. Напрашиваешься в передвижной зоопарк и в дорогу. Едешь, тебя кормят, поят и даже в душ водят. Приезжаешь куда-нибудь, и весь город сбегается на тебя посмотреть. Туриченко стал солистом квартета К2Ю. На втором всеукраинском фестивале Черноморские игры в 1999 году квартет завоевал первую премию. В результате музыканты получили возможность выступать на фестивале Таврийские игры. В апреле 2013 года Кирилл стал участником коллектива «Иванушки Интернешнл». Подсказка пятого выпуска. «Мы носороги обычно зажигаем ночью, а днем спим. Сами понимаете, днем жарко, а к вечеру прохладней, и уже можно разгуляться. Становится свежо, зажигаются звезды, и у нас начинается движение. Мы запускаем светлячков, к нам прилетают разные птички. Классно бывает. Раньше мы чаще это делали, а сейчас, сами понимаете. Кирилл Туриченко в 1994 году участвовал в популярном телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», а также «Маленькие звездочки» и «5 плюс 20». Ну и в составе квартета «К2Ю» Туриченко выступал в клубах Одессы. Подсказка шестого выпуска. «Я родился там, где очень тепло. Там море, солнце и красивые девушки. Как вы поняли, я тоже люблю петь. Ну а что, я рыжий, что ли?» Намек на рыжего из «Иванушек». Подсказка седьмого выпуска. «У меня много общего жюри. Например, кое-кто из судей обожает тот же город, что и я. А с кем-то мы родились под одной счастливой звездой. С Региной любимый город Одесса. С Валерией были участниками «Утренняя звезда». Подсказка восьмого выпуска. «Что у вас за весна такая? У нас уже давно все загорают. А у вас лужи по колено. И снегири только-только улетели». Песня «Иванушек. Снегири». «Бррр! Ну и погодка. Сплошная безнадега.ру». Еще одна песня «Иванушек». Даже заяц поет мою любимую песню. Заяц в одном из выпусках пел песню «Иванушек. Тучи». Подсказка девятого выпуска. «Я с юга, и у меня горячая кровь. При этом я тот еще актер. Могу хоть кого сыграть. Ромео? Запросто. Привидение? Да хоть сейчас. У меня таланта, хоть отбавляй». Кирилл играл в рок-опере «Ромео Джульетта» роль Ромео. В мюзикле «Кентервильское привидение» роль привидения. «Затем носорог спрашивает. Красивый у меня рог. Крупнее были рога только у древнего тура, опасного быка. Иногда мне кажется, что мы с ним одной крови. Здесь намек на фамилию Кирилла. Туриченко. При всей своей мощи у меня аллергия на пыльцу и всякий пух. Песня «Иванушек. Тополинный пух». В последних выпусках шоу «Маска. Второй сезон» носорог уже сказал прямо, что я Кирилл Туриченко. Да и в анонсе удивления на лицах жюри нет. Возможно, они отгадали. Ждем воскресенье 18 апреля, и мы увидим, кто скрывается под маской носорога. Ставь лайк, подписывайся на канал и будь в курсе событий известных. Пока!